всем привет продолжаем пилить эту штучку я перенес показ хот-кей справа много модифицировал аддон и мне кажется следует сделать transparency у наших референсов чуть меньше чтобы было видно ну вот так должно быть более менее понятно что здесь вы можете видеть мои хот-кей а здесь я буду моделировать дальше настраивается вот в этой вкладочки object data это рельфа которая создаются автоматически когда мы перетаскиваем так ничего мы остановились я обнаружил что вот эта часть у нас идет не скосом ступенечкой и скос у нас образуется за счет вот этих выступов ребер вот можно их добавить можно добавить кружочек давайте добавим наверное кружочек я перейду да и выберу так я сейчас в режиме modeling solid режим все отлично пока что я наверно уберу вообще бы волоксе и хочу проверить что за более наверное вот этот у меня активный да значит мы остановились на вот этой части хорошо давайте продолжим здесь такое интересное сопряжение не очень простое просто чтобы посмотреть добавим его в коллекцию рифе с реферами нажимаем и тут я могу выбрать муфту collection reference так что хотел показать это вот этот элемент то есть идет углубление потом пониженная вот эта кромка она ниже и наконец сам выступ это можно сделать например модифицировал вырезаемый объект на мы можем просто сделать вот так перейти в режим редактирования за экструдить вот эту часть сделать глубже и вот у нас что-то такое получилось хочу убедиться что я правильно понял да вот эта кромка у нас она ниже соответственно идет потом углубление и таким образом наше сопряжение выглядит отлично только сделаем и нам нужно вот эту кромку вывести сюда так ну как то так вроде похоже давайте добавим кружочек вот здесь так судя по всему здесь у нас просто будет цилиндрический вырез я поставлю сюда 3d курсор добавлю цилиндр 32 достаточно вот он создался он очень большой 2 метра уменьшаем его я думаю 32 нам будет достаточно и в режиме редактирования я сохранюсь так и теперь нам нужно его вырезать мы можем его сразу сдублировать и давайте вот эту пипку замоделим вот эту штучку так выделю его и в референс могу эту часть скрыть и скрыть потом достану нажимаю с 6 z давайте за сделаем inset вот обратите внимание что его делаю inset я у меня забита и не вижу практически результата а все потому что если мы зайдем сейчас в н панель и посмотрим его параметры тут у дима джинс у нас все правильно вот скилл у нас неправильно сбитый скилл надо применить скилл поэтому мы контрол а и play скилл теперь он единицы у нас и теперь должно работать адекватно да все я не знаю у меня возможно здесь случайно двойные вертексы получились если так то можно все выделить и потом приму в добыл интересно тут сделано кстати такие цепные команды вот я себе забил например вот это наш контекст меню на w и если вы посмотрите здесь меню написаны подчеркнуты некие клавиши sd о и так далее вот например раму в добылс у нас ведь r подчеркнуто мы можем сейчас для теста я создам edge loop поткну его близко но он слипся потому что у меня тут стоит настройках автомер че выключу вот я довожу довожу близко выделяю все я могу нажать w то есть я могу быстро так нажимать то есть мне не надо читать меню такое прикольное цепные клавиши получается если запомнить то неплохо получается вот например я запомнил там в с это меня с обдевать либо ребро можно так в с поделим новая это W в данном случае на сейчас я так я отвлекся мне надо пипку сделать эту рельфа кстати можно еще открывать дополнительно блендере с помощью эдитора и в том что я сейчас открыл на соседней мониторе вам не видно моё так я просто сплитную щас так нет я так не хочу хочу так а здесь выберем мы же editor лично так и и матч у нас наверное каун есть потому что я уже считаю загрузил здесь его надо из списка выбрать итак у меня будет небольшой тут референ сбоку не в принципе от лайнер не нужен это чуть-чуть скрою вот и буду иногда открывать чтобы показать значит делаем вот этот элемент смотрите здесь у нас идет углубление потом плавный край вот я подготовил добавлю тут этот лук еще один эту часть выделим углубим эту часть можно кстати сделать под сабдив хотя сетка конечно плотновато для него ну так уж получилось ничего страшно и здесь надо заглубить тут есть несколько способов я просто наверное добавлю так вот лук на или все alt с alt с это нечто что-то вроде пуша в максе то есть это move по локальным осям и потом я просто с привязкой сохраняюсь ой сохраняюсь привязываюсь к вот этим вот пиджам и таким образом у нас получился вот такой вот элемент немножко у него тоньше это же как бы такой джойстик поэтому я сделаю тоньше теперь смотрите сделаем такую штуку я выберу применю hardops то есть я добавлю по сути в принципе это можно сделать и вручную то есть никаких проблем не вижу эти открою меня здесь был да и все в принципе был этом еще один вычитать нормал с но он данном случае он нам не нужен да сейчас я зайду настрою количество сегментов вот сейчас 45 видите вот здесь во всем блендере можно с помощью шифта делать более плавные операции также я хочу добавить этот же сопротеджи сюда какой-то подобие их есть вот так выглядит наш дня наверно в airframe включен где-то так выглядит наша пипка еще можем сделать так ну вроде похоже и смотрите если у нас проблема да в том что ну тут слишком острый острая кромка здесь она такая гладкая то мы всегда можем практически процедурно изменить ее плавность так ну и применим subdivision subdivision тут у нас многоугольники поэтому так получилось сейчас мы исправим это также хочу здесь вот немножко свести вторую сетка плотновато для subdivision а хорошо давайте более красиво все таки разведем это место и вообще раз я решил делать подсобьев давайте удалим половину как это можно сделать можно просто выделить ring selection да потом select checker deselect и вот у нас каждый второй элемент будет выбран но можем каждый четвертый удалим сначала каждый второй да то есть еще раз я выделяю ring select то есть еще раз я выделяю ring select потом checker deselect каждый второй потом я еще не все успел посадить на горячей клавиши посадить и и грохаем это вот так так ну вот такой у нас элемент получился получился пользоваться могут быть Продолжение следует... Так, давайте вычтем. Теперь. Оп. Все. Не слишком ли она большая? Не слишком ли она большая? Здесь, в общем-то, все окей. Давайте, не знаю, добавим вот эти вот детали. Так, чтобы их добавить, мы можем их либо нарезать, либо забулить. А вот у нас есть боковая проекция, кстати. Так, эту часть вниз, эту часть вверх. А это наш, наша кнопочка. А нет, это не кнопочка. Это у нас отсюда. Можно скрыть. Это вот наша, пупочка наша. Пупочку, в принципе, я практически правильно засунул. Только я ее сделал больше, наверное, чем надо. Но ничего. Так, по-моему, прикольно смотрится. Так, и... У тебя в the late mode вошел. Устроил. Сделал так, и... Так. Так, и... У нас, по-моему, такой же элемент. Вот здесь и вот тут. По-моему, они не соприкасаются с вот этой черной частью. Они отдельно. Так что их можно не булить туда внутрь. И вообще, самое время, наверное, разделить вот эту часть и вот эту. Так, я еще раз посмотрю сейчас на референс. Вот эта черная часть, она как будто бы идет отдельно. Ну и здесь тоже она отдельно. Ну давайте ее отделим. Да, тоже отдельно. Так, вот эту часть, она мы отделяем. Так. Ну все. уделили давайте зашьем ее курек но какой-то у меня косячок как-то получилось это лишнее ничего бывает то просто его можно сюда замарки ты все с привязкой но теперь римов даблс как раз нам поможет так как я случайным образом отключил а я сдублировал не то сделал или не все едины я отключил вот здесь пусть лучше будет включено так не это черная как бы часть у нас ну давайте как раз делаем здесь вот эту отверстие но сначала доделаем вот эти части вот это вот это вот эту я думаю должен быть какой-то очень маленький зазор есть и эту часть тоже надо делать f2 андон классная фишка у блендера это продолжение как бы по рельсам до такой edge constrain в воздухе что делаю я делаю gg нажимаю дважды g и это у нас constrain ца по и джам потом я нажимаю сего там наверху в левом верхнем углу вы увидите мои подсказки вот тут вот я нажимаю си и он понимает по каким рельсам я еду и просто натягиваю куда мне надо на то есть gg c и что происходит у меня автомет срабатывает чтобы он просто модель маленькая нам нужно просто выставить очень маленький попробуем так gg c вот теперь лучше сюда скопируем его я просто в режиме элемент выделю все shift d по оси скопируем и сверху alt z ну и вот Добавил трубочку. Здесь небольшая щель должна быть. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. В общем, пока ни разу не упал даже. Все, замечательно. вот здесь вот еще вырез не знаю сделать его не сделать я здесь почему-то закругление сделал странно надо еще что-то прикольно то это все уже рутина такое простое вот я думаю вот это отверстие добавим и можно экран добавить он такой измороченный немножко это даже как-то форма мне тяжело прочитать то вроде все плоско тут все просто а вот это отверстие вырежу давайте создадим цилиндр наверно на с 01 просто чтобы уменьшить так теперь я это оставлю все остальное удалю и скилл на запросе и сделать и так так джей так поставим где-то по серединке том сюда я установлю origin потом так сделаю и можно конвертнуть наш пост а я не туда конвертную отмена пальца но у меня так забита в овощах модифку знаешь вот но это что просто сколлапсить все модификаторы так вот у нас получилось такая болваночка под вырез теперь просто дадим ей толщину либо вручную назначая модификатор вот тут добавить модификатор солиди фай и настроить его на шифтом помните все точнее становится либо мы можем если вы пользуетесь хардобсом можем выделить его и добавить толщину так потом можно разгладить при этом солиди файл нас остался и теперь можно вычесть вот из этого объекта мне кажется вычитать следует после того как мы его сделаем на вот этот скос сейчас покажу сейчас я уберу сетку это идет вот тут фасочка и у нас такой идет скос его можно сделать много какими способами сейчас почему-то почему-то я хочу делать это к там как еще это можно сделать можно это например просто вот опустить ну тогда вот здесь вот загибается у них там можно забулить можно интересно если мы он сюда установим 3d курсор то и будем ротетить нет ерунда получается ну в общем давайте порежем ножом мне кажется самый простой способ я выбираем нож убираемую точку нажимаю z чтобы лезать сквозь здесь вот подсказочки и просто вот так вот наверно отрежу все эту часть можно смело удалять мы ее просто закроем заново одинокий вертекс остался пока просто я ее закрою например так хочу показать что здесь у нас hard edge будет поставлю sharp edge я не знаю там внизу кстати она тоже с вырезом или нет да кстати внизу она тоже с таким вырезом и давайте делаем я сделаю так знаю я не всегда самое оптимальное сейчас пути буду выбирать может я и говорю одновременно и вообще честно говоря мне хочется просто пробова делить отдельным объектом да потом поставлю не этот изолей то спевать столку так поставлю режим вот сюда вот до посередине ребра и просто с помощью того же hot dogs а сделаю зеркальности на так давайте вот этот я просто возьму вот так подниму вверх все применим не это все не надо нам все применяем и с этим объектом сейчас склеим это все дело так выделим все приму в даблс сгладим для теста просто посмотреть если дырки вот тут похоже дырка да вот все а теперь время забулить все проверим все ли хорошо я наверно сохранюсь инкрементно вуаля правда мне кажется что отверстие как-то очень близко а ну да тут и есть так окей никаких вопросов что у нас здесь у нас здесь экран здесь вот стрёмная штучка и ну экран сделаны да и все и сегодня хватит все равно в общем то ну можно еще кнопку а потом я наверно в ускоренном режиме это все быстренько добил без комментариев и будем потом сделан быстренько материальчики да и за рендеринг и верно то здесь такой примитивный я не знаю зачем его рендерить выйдет так ну что забули ним наверное я не знаю надо подумать здесь очень тонкие вот эти детали если я буду делать это без хай поле то мне наверно вообще не стоит это все моделить но экран точно надо замоделить тут немножко вот непонятно как как она идет эти линии но это не так Продолжение следует... 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 Вид сверху... Выберу... Мои... А я их не могу выделять... Прекрасно... Да... 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 Сверху... Так... И... А... Собственно... Я уже сделал... Да... Это и будет мой экран... Так... Это тень... Экран... И... Утапливаем его... Чуть-чуть... Так... По краешку идет еще такая... Линия... Но пока мы ее не будем добавлять... Давайте добавим... Вот этот... Полукруг... Все-таки удобнее... Когда можно... Выделять... Добавим... Circle... Еще раз... 32... Все правильно... У нас даже попал почти... Так... Подмаштабируем... У нас... Применим... Skill... В принципе... Мне... Не нужен он весь... Я добавил... Ну... Сделал полигон ему... Так... Что такое... Почему у меня... Skill правильный... Что не так... Почему-то инсетит... Очень неохотно... Очень неохотно... А... Вот... Странно... люк какой-то все отлично так идем ведь сверху а Продолжение следует... 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 Возьму вот эту полосочку, увеличить немножечко. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok